Музыка Здарова, народ! Сегодня мы продолжаем играть в Kingdom Come Deliverance Немножко по истории пробежимся снова События игры происходят в 1403 году Когда венгерский король Сигизмунд захватил и разграбил Кутногору И потом несколько месяцев находился со своей огромной армией в Чехии После смерти Карла IV Карл IV был королем Богемии По праву наследования стал его старший сын Вацлав IV Или просто Вацлав В первой части, кто смотрел, в начале там есть описание вот это все События игры разворачиваются на юго-востоке от Праги и юго-западе от Кутной горы В начале 1403 года Сигизмунд решил на несколько месяцев остаться в Богемии И стал грабить поселения, которые отказывались ему подчиняться Одним из таких поселений стал оскалиться Как раз откуда мы и начинаем играть То есть наш главный герой Это коренной житель вот этого поселения На которое напал Сигизмунд Но напал он, естественно, со своими целями А наш герой пострадал, к сожалению Как бы сказать Ну то есть он Не запланированно это в его сторону было Сигизмунд искал Пана Рацико Кажется И так тут как бы получилось Он убил Со своей армией Зашли они в город В поселение, точнее, не в город Крепость такая осталась обороняться И убили Практически всех, по-моему, там убили Жителей В том числе и родителей нашего главного героя Нашего главного героя зовут Генри Кто, может быть, забыл или не в курсе Или Инджерих Отца Отец был кузнецом Он был Хорошо Хорошим Товарищем Пану Рацико И теперь наш главный герой Хочет отдать Отдать меч Который у него Который у нас есть Как раз таки Меч, который сделал его отец И первая, вторая часть Как раз таки Это пролог Так сказать На На начало игры С тех жителей С выживших, кстати Осталась вот эта девушка Тереза И сейчас мы После небольшой стычки С Так С коротышкой, кажется Это бандиты То есть Наш герой вернулся Кто не смотрел Наш герой вернулся обратно в скалицу В сожженную Он хотел похоронить своих родителей Он их похоронил Естественно Точнее их похоронила вот эта Тереза И Тех, кого она позвала на помощь Из Сталинберга Куда убежал наш главный герой Тоже после нападения Он Они похоронили его родителей А он был в этот момент Без сознания, по-моему То есть Его Отлупили, так сказать Забрали меч Но меч Все остальное вернули Все вещи вернули Вот эта девушка Тереза И Те, кто помогал ей Из Сталинберга И сейчас То есть у нас По заданиям Не помню я что Очень давненькая игра Так сказать Основное Ну вот Основное здание Месть То есть Верни себе Меч отца Найти Марк Марк Варта Фон Аулиц И отмсти За своих родителей Марк Варт Фон Аулиц Это вот Тот Лысый мужик Который Возможно Вы видели Вначале В Что-то В виде Интра Вот Я в видео Оставляю Вот Тот Лысый Мужик Это И Есть По-моему Марк Варт Фон Аулиц Он Командует И помогает Сигизмунду В Нападении И в завоевании Обратно Или Ну пока Непонятно Цель Их нападения Именно На поселение На Чехию Или Венгрию Это что Это Немножко У меня с историей Плохо Поэтому я точно Не знаю Может кто-нибудь Знает Подскажет Ну вот Сейчас нам нужно Вот Пробуждение Отправиться В Пиркштайн К пану Рацигу Кобыле И Вернуть ему Вот этот меч Вот это делать Необязательно Но я сделаю Побочное задание Потому что Оно Ну история Неплохо Здесь Сделано И то есть Вот эти Побочные задания Они как бы Необязательные Но Будет Интересно Выполнить То есть Надо заплатить Мельнику Пешику Мельник Это дядя Вот этой Терезы Который Помог Нас Откачал И прочее Мы были без сознания Что-то там В припадке В каком-то Не знаю Не могли Проснуться Никак Но через неделю Кажется Или через две Через неделю Или через две Мы пришли В сознание Вот сейчас Надо как бы Отплатить долг Так сказать Достань кольцо Мертвеца Для мельника Пешика Достань лопату Вот Пока я лежал Без сознания Сдолжал аптекарю Надо пойти к нему И узнать Что там с долгом Мельник Пешик Заплатил аптекарю На моем учении 50 грошей Он хочет Чтобы Теперь я выполнил Поручение Уплата Долгопешек Хочет Чтобы я принес Ему кольцо Повешенного Которого похоронили Под виселицей Или так Или я могу Заплатить грошами Чтобы достать Кольцо из могил Мне нужны лопаты Где он Говорил кстати Где лопаты Я уже Не помню Блин Ладно Сейчас посмотрим Можно в принципе Наверное Где он Можно с ним поговорить Я думаю Вот собака Кстати Тоже с нами Там было И вот Где он Телега У телеги Можешь мне сказать Что за Скалетки Город Город Открыл Нам бог за грехи послал Не боюсь бездельничать Да Побирается Рядом с такими Звещаем Пригладывая Оба Скорее бы Они уже Свалили Отсюда Ах Угу 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 Хватит Я думаю В принципе Он может научить нас Зломать замки Ничего Восемь Куда-то Угу Куда-то у нас перенесло Вскрыть замок Легко нужно Правую руку И нащупай Зажим В левой руке Держи нож Нужно Нужно Поверни механизм А вот Сюда Эта вот Шляпа Когда он Теперь Поворачивай механизм Ножом Куда-придержишь Зажима Отмычка А не то Сорвется И придется Устанавливаться Но я надеюсь Мои отмычки Не тратятся Когда я это делаю Потому что Я их Блядь За такие Грошище Покупал Вообще Ужас Помощь Повернуть Замок В О Нет Нет Писела Сама Навок Этот звук И в куб На горе Можно было Слышать Тебе стоит Быть Осторожнее Ведь Тепный Сторожник Сразу Заподозрит Да Да Тут Надо Прям Тут Надо Так Вести Прям Аккуратненько Все Время На том Вот Толки Парень Индро Из тебя Еще Выйдет Почему Индро Они называют Я не понимаю Не Ввиду Судок Повелся Стоящее На ком Надо Лучше следить за тмичкой Ну вот Да Если хочешь Можешь Потребляться Еще Потом Задел А Нас Перенесло Недалеко Давай Иди Быстрей Нас Перенесло Недалеко Я понял Вот Вот Этот Меч Помню То есть Полис Тем Что Требует Более Высокого Мастерства Чем Ваша Так Что Эффективность Используем Будет Значит А Нет Значит Меч Все Так Он Забрал Этот Коротышка Бандит Который Который Зовут Коротыш По привычке Все время Escape У меня Есть Только Меч Какой-то Осколок Это Неон Прям Точно Неон И Топор Пока Топор Тогда Возьмем Угу Топор Мой Может Все Отлично Около Телеги Лопата Он Сказал Что-то Я Не Вижу А Около Этой Наверное Телеги Лопата Или Нет Около Какой Для Телеги Лопата Вот Все Вижу Так Лопата Есть О Ту 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 До Сынки Отценицы Домене Крышка Подвиселицы Подвиселицы Карта Новое Добавочное Задание Новое Новое Занятие Новое Задание Новое Добавочное Задание Постань кольца Мерут лица У меня Вот Куда Надо А В Кружочке Переходим План Понял Ничего себе Там Задание Смотри Где Новое Задание Новое Задание Блин Нарисовка Карта Прикольная Мне нравится Игра Играфика Классная И Вся Атмосфера Перенесена Прям Вот Наверное Как Как Было Там Я Конечно Там Не Был Не Знаю Но Мне Кажется Они Прям Все Круто Перенесли Да Есть Пару Багов Конечно Но Это В принципе Мелочь А то У нее Не Было Лошади Случайно А то Что-то Я Не Хочу Пешочком Бежать Хоть Правильно Бегут Да Правильно Надо Было Зак Лошади Все Так О Покушать Есть Поесть Из Котелка А я Хочу Есть Пока Никто Не Видит Сыто 71 Надо Покушать Из Котелка Бросить Чтобы Обжор Не Более 6 Отлично Я У вас Не Ел Если Что Это Не Я Дико Извиняюсь Но Меня Заставили Блин Через лес Ити Придется Что-ли Как мне Туда Добраться По-другому Никак Я Я Так Понимаю Да Они Как Вот Так Вот Аж В Обход Но Это Мне Нужна Лошадь Я Наверное Попробую Все-таки Через лес Сократить Потому Потому Что Я Уже Обосрался Когда Не Взял Лошадь И Побежал Не Там Бежал Как Обычно Напрямую Тут Тоже Дороги Есть Ничего Страшного Я Думаю Тут Даже Дома Есть Какие Здания Сесть Могу Сидеть Не Боже Мм Я Не На Честной Территорией Привет Тебе Какое То Дело Нет Палач Герман Нет У меня Нет Дело Я Хочу Выйти Пройти Через Ваш Домик Блин Неплох У него Так Дом Свой Палача В те времена Наверное Палачи Да Получали Очень Много Денег Востребованная Профессия Была Так Сказать Ты знал Где Висельный Холм Так Мне Нужна Лопата Гроши У меня Кстати 26,4 Лопата Домик Ногти Ну вот он похоронен здесь, мне надо выкопать эту могилу, я сейчас долго буду тупить наверное Причем она не берется почему-то, я не понимаю почему Странно Очень-очень странно А если меня увидит, а могилу-то вот, начать копать, если меня палачуются на минуту Что-то не увидит У меня вообще никто не увидит, может какой-то хроник Да мне никто тебя ископали Ничего на листом На листом На листом На листом Что-то тоже ничего Вроде Где-то Смотри, это кольцо! Ох, стенч делает мне больше пешек! Пешек будет платить за это! Кстати, вот еще один вопрос. Две собаки у Халача. Офигеть! Ничего себе он живет нормально-то. А где он? Он не нужен. Я уже стриггерил его, я думаю, сейчас увидим. Сон, сон, сон. Красноречие, да, надо красноречие тоже качать. Первые всего, наверное, даже. А почему я осколок не могу? А, минимальная ловкость, три нужно. Понял. Тороскому чему, ну давай, тридцать, здоровье избавиться от похмелья. Пятисты зелелазаря. Одна отмечка осталась на мониторатив. Угу. Где он? Ходит. Нифига себе, у них шерсть. Я думал, свиньи лысые. Ну да, это не свинья, а кабаны. Кто это? Да, 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 я, я... Да, можешь. Поговори со мной, иди сюда спустись. Я не могу с тобой говорить пока ты на ступеньках. Ты понимаешь или нет? Спустись, я не могу с тобой говорить. Угу. 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 Попытаться уметь против мужчины. Угу. Угу. Да, так что ты успел. Он мой парня. Он умер на ноль, который я ему дал, и я решил, что, когда он не нужен это больше... И ты думаешь, что я убью корабли, поэтому я должен иметь это? Не, не речу куйте. Я не обвиню. Я могу тебе пить. да пошел в жопу не буду ну конечно не 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 ну скорее все это он забрал но я вернусь к этому я думал там приемлемая цена будет а там блин у меня 26 и 4 гроша стоит торгаш сраный 40 грошей там нужно заплатить его хренел совсем узнал где ратая следующий раз возьму лошадь кто-то старый рух получил он живучесть новочку кстати так и не разобрался с очками умения тут вот ему качать оказывается могу а я что не качаю ничего ловкость как перышко падение значит урон на 30 меньше быстро так ваш атака из расходует на шевоносливости но нанесенная рана будет немного меньше в этой карьеры обращение с которым требует ловкости легкий доспех если вы наносите пластинчатый доспех боевом будет 50 процент проще холест ударов повышать ранить выкинуть победную кость насмешка вашего боя снизит боевых противника понял 48 я не могу то есть качать ловкости хотя она мне нужна для меча потому что у меня минимальный уровень это отлично как скала вот я силу могу прокачать можно красноречья кстати подкачать обаяние видимый заметно шум и скорости не хочу могу потому что она не качается зависит там отчет от одежды от того очень чистый вымот ли или нет такой еще я помню красноречья могу прокачать нет 4 3 простолюдин красноречью усилиться на пусть 3 не низ когда вы говорите с обычными людьми не сочетается с умением представить знаете она увеличена плюс 3 только сознать их богатыми людьми вот когда такой терять терпение торгуешь с вами после еще новости предложение такое себе на самом деле если нечем делать предложение то нахер делать их вы медленнее стекаете крови вы бежите медленнее научиться не дольше скорость принта улучшения на 2 процент но используется на 20 процент меньше у нас есть такое семья не сочетается быстрее но быстрее устаете тоже такое блин ну я не знаю даже медленнее стекаете крови мне не особо нужно как скала при успешном блокировании щитом ударов врага вы расходусь на 30 процент меньше выносить вот это кстати хорошая тема перенос трупов и людей без сознания не тратит вашего носа также они будут казаться двое легче я еще никого не таскал поэтому я вот скалу прокачаю как скала и наверное а тут вон как тут то есть дается одно очко допустим на каждую характеристику густая кровь марафон хотя нет я густую кровь прокачаю все таки кровотечение меньше было тут справа написано то есть я только потом заметил что справа количество этих общий уровень он написано первая помощь позволит вам накладывать повязки аскет вы можете на 30 процент дольше продать продержаться без пищи но гола скрутит вас на 20 процент сильнее запах мужика твое обаяние усилится на 50 процент при разговоре с женщинами если ты в грязи однако люди учуют твой запах зверсту что снизит незаметность на 30 лазучек один увеличивает дистанцию обзора быстрого перехода поэтому быстрее замещается наступление событий во время перехода что также увеличивает вероятность склонения на 10 процентов начинание к вашей выносливости станет 100 процентов быстрее ночью но на 10 процентов медленнее днем такой себе вы выросли в бедности так что удобные постели вам не нравится чем хуже постель тем лучше вы спите наоборот вот здесь еще очень трудно блин все характеристики что-то дают и что-то забирают вот незаметно и забирает лазучек забирает а нету только лазучек ничего не забирает замечать наступление событий вот я не понимаю что это каких событий при переходах каких-то что ли ночной наездник восстанавливается выносились на 20 процентов 3 ночи на 10 медленнее днем странник тут тоже двоякая ситуация с постелями хуже постель тем лучше успеть и наоборот ладно аске прокачаю с голодом там посмотрим хотя вообще блин спринтера можно было прокачать хорошая тема не следующее место не следующее место ничего себе а это паттайя паттал точнее помечтается круто реально классно нарисована карта мне прям нравится ладно мы возвращаемся к пешику говорим что кольца нет а тупой палач нам собрал нас нет денег чтобы с ним торговаться да пребудет с тобой господь тишин раз ты не было на трупе его наверное палач снял ну я тоже так подумал ну конечно теперь ты попросишь чтобы я добро кольцо у палача умница только подходить к нему с этим не стоит он не любит когда с ним говорят кража у покойников лучше выкрасть его из дома да уже поздно ладно я сделаю это оно должно быть спрятано где-то в доме в сундуке и слушай мир ты знаешь что делать если встретишься с замком замком то есть что делать сжать ломом нет придурок ласково и заботливо открыть его без лишнего шума словно с девицей переспать но я знаю как это сделать конечно знаешь меня это не полный не очень вот тебя . вот спасибо о чешка потом с ним пока давай так я говорю про лошадь здесь есть где-то лошадь потому что я бы хотел лошадь мне надоело бегать одному уйди что-то похоже загон лошадей не знаю зачем я это делал а еще того что не спишь у тебя энергия 49 да у тебя уменьшается максимальное количество выносливости совсем узнал где кожевник ничего на них посмотреть просто надо и тогда я узнаю где что это такое как это работает я не понимаю немножко ой я не туда пошел прям совсем не туда и Макап Мэйкап Мэйкап кольцо лазью были понятно почему каким-то лесам по кустам у него вот этот проход его так сказать двор он очень вообще прям незаметен то есть тут вот здравствует здесь давай давай беги беги родной беги до беги давай с мечом он палачку все давай родной удачи ага еще и замок вскрывать нам больно отлично вскрыл замок где у него тут но тут нет кого цундук нарушаешь закон я знаю я знаю но у меня пешек заебет вот она даешь нам заберу в принципе так и уходим отсюда свинка отдыхает смотрите вообще прям чилик лежит что это такое понятно кусок сала а это не понял детишки семья там все дела хорошая проработка животных отличная просто вот кстати тропат но я сокращу немножко отличная и детальная проработка животных мне нравится фиганная игра будет смешно если на ролик кинут 18 плюс ограничение за соски от свиньи маоли ну все может быть правильно так у меня кстати точнее у меня у главного героя вот он бежит палач у главного героя нашего была девушка которую он любил который с которой у него были отношения так не но ее по моему убили там потому что убили всех жителей его семьи в том числе поэтому мы как ни странно вместе добежали что он живет пешиками ранят он к нему пойдет час а где пешек будет сюда значит он тут нет тут пешек поговорить надо быстрее поговорить я буду с ним нужным парнем для такой работы теперь отнеси кольцо мельнику бойтыку в кухельницу он даст тебе работу и мне ты тоже скоро понадобишься блин умный парень здесь без работы не останется по меньшим мере я буду покупать у тебя сомнительные товары такие вещи которые раньше поменяли другим и кому помпало их не продажку убрать у меня краденое спасибо может как-то с полем теперь я могу у него продавать краденое отлично я пришел что уже забрался я не обвешиваю о не надо не надо мне ничего надирать ого в кухельницу ты че смеешься до туда идти ты видел сколько ты это офигеть можно просто туда топать и топать просто даже не знаю как причем вот здесь что ли через мне не лошади ничего нет может а тут еще и это никого отмечет не надерешь пошел в очку да он дерет не буду и будите как ну а вот поспать заснуть и сохранится супер ай до утра нам да уже вон 20 часов считай 9 часов пораспим удобство кровати 50 процентов сытость падает энергия повышается на спицу еще и фигень еще что ты спишь кстати на этом колбасу стырю так как депешек нужно обсуждать продать то есть что-то я его не вижу барбос вот этот пес кстати тоже с меня было если что ох 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 где я пешек в курсе не в курсе прикольно то что никто не сидит здесь то есть ты можешь подойти похавать просто на халяву мне нужно лошадь не хочу идти непонятно куда это же ну реально это ахеретико я не пойду я наверно врата у пойду к пану рацигу нижние ворота быстрый переход в это место я хочу самый о ничего себе вот это круто сделала что ты сам не бегал что-то вроде переходов таких не бесплатных конечно но переходов это я хорошо стой кто таков куда идешь я инжирих сын клинца из скалицы или господину своему пану рацигу обыдеть конечно паренёк а я тогда папа римский что тебе нужно планы с какой радостью должен тебя принимать обыдеть как бы я не хотел я не хотел и не хотел как один с панурасом и с ним потолковать я не хотел это обращать теперь пошел прочь блин я не смотрю на то но я знаю о честь и нагреве и мне это мне нужно сказать что это случилось с ничем которую он ждет а успех но как наши дизельные шкур спонараться костюм видите все места до которых можно быстро добраться просто выберите точку значение подтвердить и отправление где-то справа тут просит просадки небольшие не очень хорошо ты узнал где лагерь это не как индра пенецов сына боже правый точно он что здесь делаешь парень мы думали тебе конец я иду придать с паном радзик он тут он во дворце с паном ганушем из ратая перу и там в рыцарском зале мо отец ему меч выкладывал он просил меня отнести меч по нарадзику меча то я не вижу ну да на меня разбойники напали меч отняли мне нужно рассказать нарадку что случилось а потом я меч отыщу отыщешь конечно индра удачи спасибо я думаю спасибо я думаю над сарказмом сказал где каком зале они пируют в этом очко так и внизу там ничего нету почему-то не ведра ничего так это у них нормально типа спасибо только не надо на ту сторону если что не буду закрывать значит выше задачу упомяну вот все панове я должен сказать вам свои со всей середины земля нашего полной жопе и чертовски глубоко разве не так возможно я бы так раз как вы гануш не сказал но меня выгонит собственно замка так что я отрицать не стану верно но пока пиркштайн вам нужен он ваш здесь врата и вам и людям ваше место хватит а подопечные мы полагаем не возражают что я его замок продолжил почти за честь прекрасен в вашем распряжении настолько насколько вам нужно панрацик хорошо что у вас есть еще один замок в том конце горна а как бы то ни было я вам весьма признателен пан ян иван пангануш хотелось бы худо говорить о ваших людях панрацик но скажем так городские беженцы друг друга не сильно любят говорят до преступления дошло но пусть уж терпят пока дело не разрешится но когда же все это разрешится и ради чего у боже права и вообще эта война честно скажу вам пан я не понимаю не вы одиночь полагаю сигизмунд изначально хотел убедить ватславу принять корону империи о правлении богем и оставить ему кто его станет в этом винить я знаю рацик что в отслав ваш друг но даже вы должны признать что король виноват в этом сам не стану отрицать что король пренебрег делами государства ради иных стремлений в стране должен быть порядок но вряд ли господа что заключился сигнал представляли себе на что похож венгерский порядок венгерский порядок х меня сударь беспокоит то что добрый христианин накатился до такой жестокости справедливости ради вряд ли он думал что половина страны поддержит короля но теперь его милости мы разрываемся на части ему надо все как-то вести в порядок зачем ради всего святого ему брать на службу этих варваров сребролюбие корень всех зол паныч ну да не забывая тогда что ты делаешь чтоб не было давай поди править постой это не удар который сейчас Простите, пан, смогу похоронить Радзик. Радзик! Ты думаешь, ты был единственный человек, который потерял кого-то там? Но другие послушали своего Господа. Ты, между прочим, не только себя чуть-чуть. Пан Борик и его люди своими жизнями. Простите, но я не могу. О, тут ты. Ты должен, ты должен, Радзик. Ты должен, ты должен, Радзик. Ты был замечательным человеком. Мама твоя тоже была замечательной. Они сужили крестьянцев при ней, хоть это сменило? Нет. Мне напали грабить. Сейчас, если бы не та девушка. Девушка? Дочь Мельника, Тереза. Дочь тебе разборок спросила? Будешь что внукому сказать? Я не в жизни обязана. Она их купила, а потом привезла меня в Радзик. Но мы не внукому. Я спал на Борик и нам. Убой у меня. Да-то я понимаю славный девец. Ты же не удержись, парень. Я не могу, Радзик. Не шум your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Scalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven. As long as someone buries you in consecrated ground first. Если есть еще что-то остальное, что плотная каркаса у вас будет стоять для волос и кроя. И один скелетон выглядит гораздо больше как другого, так как мы знаем, что ваши ордейные bones или те из Сигизма Татарса? Так как это может быть, почему вы пришли сюда? Я должен взять твоя sword. Согласно? Мой sword hangs здесь на моей стороне. Нет, согласно, мой father создавал для тебя. Один из этих thieves stole это от меня. Продолжение следует... Редактор субтитров Альфа Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова не исследуем добавочное задание просто вы задание я пока не пойду я пойду сразу на площадку я пойду сразу на площадке ты узнал где побухать отлично читать карл бушман не здесь капитан бернадд я должен остановить на джейминге а сейчас что сколько не день у меня по этим все нормально да с этим все 79 и 93 мне надо ну во первых умыться чтобы быть чистеньким вот во вторых там же как-то можно прям переждать по моему да я правда не помню как вот кто то идет уже горожане доброго тебе дня доброго тебе дня доброго тебе дня каков доброго 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 вот доброго 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 аппетита я попустить время 12-3 часа посидим днем он должен зайти до 11 даже наверно можно было ну ладно это 12 просижу там посмотрим вот он сонник бернард добрый день тебе что-то нужно спросим у него канай аск пангануш хорошенько как у себя паныч птачек что будет с беженцами что-то у нас есть я хочу знать что-то я хочу сказать что-то я надеюсь что все-таки поднимаются и вы все-таки поднимаются вы знаете кто эти солдаты, Сигурсмансы, капитан? они называют Куман или Кипчак он говорит, что они уничтожили из Монголы и уничтожили там они уничтожили, хорошие хорсманы и барбаристы, они считают что-то Спасибо. Это все, что я хотел узнать. Я здесь для тренировки. Да, ты такой парень, сэр Радзик, Сет. Да, это я. Давайте посмотрим, что я обещаю. И потому что ты никогда не держал крючок в твоей руке, мы начнем с чем-то простым. Да, ты такой парень. хорошая страница я тебя осознаю, тогда оттуда неожиданно но не пей не надо как залог учат и забыл о да байк оттенок мая воркет оттенц оттенок ватт ваттенкомбат ваттенка спейсу а Это твой противник. Это твой место. Попробуй оттекать с другой стороны, то противник будет сложнее, чтобы блокить в час. Если я держу сверну, делаю снизу. Моя свернула. Попробуй. Попробуй. Очень хорошо! Очень хорошо! 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 Лесон 2. Все, что ты научил о блоке, это неправильно. Когда я покажу, я просто удаляю твои удары, и удаляю все время между нами. Но лучше не контролировать только все время, но в самом деле, оборудование твоего противника. Атакуй! И я покажу тебе! Атакуй! Это сделано! А теперь ты! Трикус, оставься в твоем стаде. А как я начну оттекать, ты блок! Блок! Икру, Нет. Не так, ты не держишь там. Ты должен не держать сверну. Ты должен идти вперед с атакой. Одновременно! Готово! Угу. Найс! Ау! Затем снова! А, это надо еще и по таймингу определенным делать, когда щиток появляется. Ага. Интересно, в бою он тоже так же будет? Появляться щиток и тайминг будет. Концентрируйте и блок, прямо в момент я начну в атаке. Я строку вас от вверх, каждый раз, чтобы вы могли видеть это хорошо. Хорошо! Хорошо! Очень хорошо! Хорошо! Очень хорошо! Хорошо, хорошо! Теперь давайте попробуем на полной скорости. Наверное, не успеете, но это нормально в начале. Вы должны тренироваться! Давай! Угу. Его позвали! Нужно подождать! Угу. Да, да, это мне не молотом охать. Сейчас, секунду, я тут это... Попить себе наливал. Такой учитель. Ого, уклонение. Такой учитель. Я думаю, что доехали. Усюга. Такой учитель. проповедь нет а а а а а хм, надо в ту же сторону сходить. 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 блин тогда тренировочными на мячах вот это вот не сделали тоже замки чем было си его туда точили круг кстати в этой игре еще не стрелял с лук и на кучу кучу и в не в и вот в и 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 Ха-ха, держи локселон Субтитры сделал DimaTorzok Так я даже не начал стрелять Так я даже не начал стрелять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Немного не понимаю по какому принципу она летит Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я очень много, блять, пропускаю, очень много Я не совсем понимаю, вот То есть, как бы щиток появляется, я могу успеть Но если не успел, то есть, или наоборот успел, он продолжает атаковать То что тут как бы дальше делать? Вот, или вот, ну, то есть, я, получается, его убью, и он продолжает атаковать На тебе Ах, ты еще и ругаешься Хрен мордастый Я не могу, я не понимаю, когда атаковать, допустим На тебе Еще прицел уводит иногда, вам неудобно Немножко Но боевка прикольная, на самом деле Тут очень много вариаций И блоков, и... А, я понял Он когда, если блокирует мой удар, я могу блок... ну, ответ блокировать его Если успешно, то, наверное... Да я же поменял Немножко не понимаю, у него еще хп-шек очень много Пропускаю Ух... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сколько раз он бьет? Я же нажимаю блокировать. Почему? У меня это не работает. Я ничего не думаю. Отстань. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok День неудачный, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше, капитан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Две штуки осталось. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Рубящий, рубящий, колющий Рубящий слева, рубящий справа снизу и колющий Колющий направо кнопку, кстати, типа Ладно, я вот это прокачаю Но это прикольно То, что прокачивать можно Скиллы За бой За бой Круто Сила Мастер-клининг Круто Победить своих противников в клинче на 40% А, это еще и вероятность Там должно быть Офигеть Вы можете нести на 15 фунтов больше Вес Надо качать вес Потом Дальше качали Другое что-то так Угу Уголка Время Уголка Поиски Вытолок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доложим что мы все А вот Richter Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 и к писарю сгонять еще неплохо бы у меня тут поломалась еще штучка надо продать гроши меня 164 теперь неплохо неплохо так сейчас я журнале посмотрю турнир это не то кольцо далеко ой ничего себе писарь лужицы очень далеко нижней комнате арсенал получить на противную между 11 7 вечера сейчас можно но я думаю мы закончим на этом третью часть и уже в четвертой приступим к что там нам не делать приступим но заступим в дозор и посмотрим дальше что можно сделать с этим заберем снаряжение и пойдем к соловью дозор всем спасибо за просмотр и вернемся уже в четвертой части счастливо